Здарова, дамы и господа, не будем тянуть кота за резину, потому что видос наверняка будет большим, погнали! У нас огромное обновление, я не ожидал то, что будет такое огромное обновление, думал то, что покажут новые картонки, там снова дополнение, которое выйдет в августе для ладдера, и там может героя какого-нибудь добавят в БГ, как это обычно бывало, но нет, нереально огромные изменения в БГ, новый режим, и про всё это мы сейчас поговорим. Хотя я не знаю, зачем я делаю постоянно эти обзорные видосы, учитывая то, что я выкладывал про все эти изменения за два дня до этого всего в свой телеграм-канал, кстати, подписывайтесь, чтобы знать первыми про все эти обновления, но всё равно, когда вышло обновление, вчера на сцене приходит, ребята, расскажи про обнову, расскажи про обнову! Понятно то, что не все подписаны на телеграм, поэтому для вас лично делаю этот видос с тебе лайк, и мне будет очень приятно. Титаны, новое дополнение для хардстоуна ладдера, так будет называться, кстати, темница Йоксарон выглядит прикольно, она уже в игре, выберете цель, вы применяете 4 случайных заклинания, если это возможно к цели, то есть можно даже в лицо. И Йоксарон это всегда прикольно, если вам интересно будет, чтобы я сделал какие-то аниме-комбо с картами, обязательно скажите это в комментариях, потому что я не знаю, стоит ли мне вообще делать какие-то либо видосы, помимо БГ, которые от меня все хотят, но я и не против. Хорошо. Новый режим Твист, который заменяют у нас режим Классика. Помните, вот этот классический хардстоун, только начальными картами туда-сюда? Все, его прикрыли, Близзард сказали... Все, новый режим. Я, если честно, думал, что этот режим будет ответ на Marvel Snaps с такими быстрыми катками от Бен Броуда, кстати, если кто помнит такого мужика, с катками по 2-3 минуты, но нет, этот режим, вкратце, чтобы вам не прям зачитывать все это, у нас была потасовка, которая раз в неделю меняла правила, если кто помнит такой режим. Сейчас сделали потасовку в ладере, то есть там будут рейтинг, да, там будут такие же награды за рейтинг, вплоть до легенды можно будет доходить, и награды в конце месяца будут меняться, и каждый раз будет определенное правило, раз в определенный период. Сейчас правило вы играете только классическими картами, классовыми, сори. Это более-менее прикольно играется, но есть одно но. Ограниченный набор дополнений. И проблема в том, что там дополнения некоторые из вольного, и как мы знаем, большинство людей все-таки удаляют карты из вольного, распыляют, чтобы попробовать новые карты из дополнения, да, потому что не все много играют в Харсон, а новые карты хочется попробовать. И вольных карт мало у кого есть, и поэтому они таким образом вмикают, эй, давайте новые картоночки, новый режим, можете купить парки, можете задонатить. Правда, у нас это несколько проблемно, задонатить, да, но иногда, конечно, хочется. Я бы тоже был бы не против иногда чуть-чуть поддонатить. Слушайте, я понимаю, иногда все-таки хочется задонатить, там, пополнить Steam или продлить подписку, и вот это вот все сложно сейчас, да, но не стоит переживать, ведь есть донатов, точка нет, и больше не стоит париться о том, чтобы искать карточки пополнения по адекватным ценам. Все собрано на одном сайте с самыми лучшими ценами, ты можешь быть уверен, что сможешь пополнить свой баланс быстро, выгодно, безопасно. А для каждого товара на сайте расписана подробная инструкция по активации, а поддержка всегда готова прийти на помощь с любой проблемой. А при регистрации по моей ссылочке в описании ты получишь купон, который даст тебе скидку на первую покупку. Проблемы с пополнением уже в прошлом, ведь с донатов, точка нет, донат есть. Ссылочка в описании. Однако, однако, я думаю то, что этот режим будет не таким плохим, как наемники, да, которые за месяц просто скукурузился, и в него будут играть периодически, потому что в нем будут постоянно разные правила. И зайти поиграть, как потасовку, знаешь, раз в неделю, только тут еще и рейтинг, еще и награды, и туда-сюда, то есть это может завлечь определенный пул игроков. В принципе, респект, но то, что нужно будет огромное количество карт, это сложно, да. Однако, в нем повеселиться можно, я уже зашел и несколько аниме-комбо сделал, там поиграл, в принципе, пофанился. Кстати, напишите, если вам интересно будет, чтобы я сделал еще аниме-видосики по твисту, окей, я и сделаю, потому что поиграл и потенциал на нем есть. Пока он открыт, да, потому что через пару дней его закроют на неопределенный срок. Вопрос, почему же его закроют, Леха? А потому что, блин, наверняка они еще не успели его отшлифовать, потому что я нажимаю запустить, и бац, и у меня вылетает игра. Как бы, ну не игра, то есть пишет, типа, зайдите через минутку, да. Да, возможно, это подправят позднее, но мы все понимаем, что это маленькая инди-компания, что требовать от нее, да. Такие дела, новый режим. А, подожди, не беспокойтесь, если у вас нет всех этих наборов, вы можете приобрести готовую к бою колоду, специально созданную для твиста. Такую, как манускрипт паладина, грозбойник и зруид. Эти колоды идеально подойдут для тех игроков, которые не располагают картами для формата. Каждая колода будет доступна в обычном, для покупки в обычном. 3200 золота или 20 долларов, или с золотом 12 тысяч золота или 80 долларов в виде. Ага, то есть все-таки можно будет за золото покупать. Все равно это много, как бы золото, ну, ладно, посмотрим. Я вот это не знал, кстати, то, что за золото можно покупать. Я думал, реально, Blizzard все уже. Режим новый только для доната. Но, как видим, может у кого-то огромное количество золота будет. Но, по факту, за батл пасс можно будет, да, вот новый батл пасс нам показывают. То, что даже если ты играешь в БГ, золото будет до балды. И ты можешь, в принципе, что-то себе позволить купить, попробовать поиграть. Можешь понравиться. Это прикольно, да, это как дать первую дозу попробовать, и тебе понравится. И ты хочешь еще, еще, и так вот потом донатишь. Ладно, погнали. Самым интересным изменением БГ. Не ожидал то, что БГ прям кардинально изменит. Но они... Жесть, как что и наменяли. Сразу спойлерну. Самое главное, это то, что 11 июля ведут обратно у нас квесты. Задания с головой Кадгайра, оба Ретинзейруса. Лампы это две карты равно триплетам. Раскопка дополнительную карту будет давать и так далее. То есть повеселиться можно будет. Ждем квесты 11 числа. И мне постоянно... Ну как постоянно? Время от времени заходили работяги и говорили то, что... Квесты были интереснее, чем у Компаньоны. Компаньоны мне не нравятся. Вот. Ваше время будет 11 числа. И пока что до этого времени, честно, я скажу то, что забегу наперед. Героев поменяли. Это респект. Но вот с пулом существ есть вопросы. Но мы к этому вернемся чуть позже. Кориэль сделали играбельный и интересный. Я уже на ней сыграл. Прям прикольно. В чем изменение? Раньше, помнишь, да, ты сначала бафал двух существ, потом там пятерых, потом всех существ. И вот это вот максимальное улучшение было обилки. Сейчас же сделали, как было с Компаньоном. То есть ты улучшаешь обилку на плюс хп или плюс к атаке. Но сейчас обилка улучшается с каждым уровнем таверны. Тебе будет предлагаться на выбор один из трех вариантов. Первое. Увеличить количество существ, которые ты бафаешь. Да, тут изначально два бафаешь. Потом, если ловелапаешь таверну и выбираешь баф трех существ, то ты будешь трех бафать. Либо плюс две к атаке, да, и ты будешь плюс три один бафать двух существ. Или плюс два к здоровью, то есть плюс один к трем. Плюс один три. И таким образом можешь выбрать по повышению уровня таверны, к чему ты придешь. Бафать всех существ или упороться полностью в здоровье. Или полностью в атаку. Или что-то среднее выбрать. Такая вот крель мне, в принципе, понравилась. Прикольно. Танцор Дэрил поменяли. Прикольно, кстати, то, что обилки можно тыкать и приближать карты. На официальном сайте такого нет. Когда вы вербуете, существо получает шляпу, дающую плюс один один. Если вы продаете его, оно передает шляпу другому вашему существу. В принципе, это скорее больше нерв, потому что можно было прям шляпой крутить. С токенами, с элементалями, с существоверными. Но они рандомно летали и так далее. И не факт, что ты нужное существо хотел покупать, тебе приходилось что-то вымудривать. То есть сейчас он мыслительно проще играться будет. И какой-то вот эффект шляпы при продаже все-таки будет оставаться. И она будет перекидываться другому твоему существу. И как это будет стакаться, я не знаю. Но надеюсь, что это стакаться будет. Типа в продаже шляп. Ладно. Смертокрил тоже поменялся. Неожиданно, кстати. В начале боя все существа получают плюс две атаки в начале матча. Ну, до конца матча. Прикол в том, что ты бафнешь на атаку и противника. Да, существ противника навсегда. Но забавка заключается в том, что Смертокрил часто играет с существами, которые изначально у него прям до конца. Базируясь на атаке. И таким образом накапливая эффект плюс атаки еще, 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 еще. А противники все будут продавать. Однако, если ты попадешься против Смертокрила, ты получишь баф всего своего стола. И против следующего противника тебе будет чуть проще играть. Потому что у тебя существа будут с атакой, а у противника нет. И как бы такой интересный момент. То есть геймплей чуть-чуть поменялся и против Смертокрила и Смертокрилом. То есть разнообразие это весело, прикольно. Черношип это просто один из бомбических изменений, которые сделали за одну монетку. Помните, у него два самоцвета получал за ловелап таверны. Сейчас ты получаешь два кровавых самоцвета за одну монетку. Причем ты можешь дважды нажать. То есть за две монетки ты четыре шарда получаешь. Просто вход. И ты можешь пробафовать эти шарды. И мы знаем, как шарды могут пробафоваться. Это очень приятное изменение. Весник Черношип теперь играбельный, а не просто мусорка, который хочется скипать. Дальше. Дректар. Поменяли обилку. Если честно, я не помню. Может у него раньше на три была месть. Ваш существо навсегда получает плюс один к атаке. Может что-то в ворлинге. Если честно, не особо играл на дректаре. Поэтому я не помню, что изменили. Но теперь такая у него обилка. Дальше. Ванклифа поменяли тоже. Выбранное существо получает плюс один один. Улучшается после того, как вы завербуете существ. Четырех существ. Это не пассивка, оно за один золотой. Тут немножко ошибка. То есть продаешь существ. И обилка бафается. Если огромное количество существ напродавал. То можно сделать прям нереальный баф. Кого-нибудь. Интересно. Не особо знаю, кого сейчас крутить. С бесконечной голдой пиратов. Или менталей. Да. Там какие-то такие токены. Может мурлоков с браном. Или что такое. Но интересно. Как будто он сейчас сильнее стал. Иванклифом можно играть теперь. Или да. Напоменяли. Ваши крайние левое и правое существо получают плюс два один. И сразу же атакуют. По-моему раньше было просто плюс две атаки. И сразу же атаковали. Ну чуть-чуть добавили. Окей. Типа ранняя игра стала поинтереснее. Сейчас кстати очень сильно ранняя игра влияет. Прям как будто катки изменились так быстро. Что вначале медленно-медленно-медленно. Потом бах. И опять мутанты появляются. Которые на фулл хп тебя уносят. Раньше хотя бы мидгейм был важен. Да. А сейчас мидгейм важен. Но тебя все равно могут ваншотнуть очень быстро. Очень приятное изменение на ини-штормовенте. То что пассивный эффект. Когда вы погибаете 10 ваших существ. Вы получаете случайный механизм. Раньше было 12. Я прям пытался на ней играть. Пытался получать металлокакателей. Да. Металлоискателей из черной таверны. И очень быстро на мехах раздупляться. Но теперь прям очень приятно. Прям ини-штормоверт. Одна из моих любимых. Наверное сейчас будет героев. С рандомными мехами. Учитывая как мехов апнули. Мне кажется вообще сейчас мехи. Самая сильная стратегия будет. За счет огромного количества баблов и атаки. Очень рано. Очень быстро. Король муклы. В начале вашего хода. Вы получаете 2 банана. И вы даете всем остальным по банану. То есть. По сути ничего не поменялось. Только эффект. Раньше вы в конце хода. Да. Эффекты в конце хода увеличивали количество бананов. Всем противникам. А сейчас. Как бы. Ты не спамишь этими бананами. То есть. Мукла по сути не поменялась. Просто эффект на начало хода перекинулся. Куртрус. Я это не особо замечал. Обилку. Но давайте почитаем. Пассивный эффект. Один раз за ход. Когда вы вербуете 4 существ. Вы раскапываете копию одного из них. А. Это типа. Как у Кока наверное будет. Когда ты хаваешь существ. Потом из этих типов. Ты раскапываешь копию. Только так. Ты. Конкретно знаешь. Из каких 4 существ. Ты будешь раскапывать. То есть. Практически. Дуплет. Можно делать. Интересно. Прикольно. Мне нравится изменение Куртруса. Интересно. Окей. Мамаша. Мамаша Аниксия. Брудмазер. Пассивный эффект. Месть 3. Призывает дракончика 3.1. Он немедленно атакует. Раньше месть 4 была. Я сейчас не помню. Аниксия редко играл. Потому что она не очень была. Но вот. Месть 3. Месть 4. Не знаю. Чего поменяли. Может быть месть 4 тут раньше была. Дальше. Воевода Сауэрфанк. Дает существу в таверне. Плюс 2.1. Бонус удваивается каждые 3 хода. Вот так вот. Еще одни бафы. Да. Тоже. Тоже. Будет за 1 золотой. Немножко здесь неправильно написано. Нарисовано. Но. Такая вот тема. Тер тоже пробафать можно будет. Существо. И. Окей. Окей. Зарашить таверну на нем можно будет. Да. Быстренько кого-нибудь бафнуть. Кого-нибудь клиф. И. Ну прикольно. Да. Если ты допустим пирата с клифом забафаешь. То. Окей. Это интересно. Королева Ашара. По сути не поменялось. Количество атаки. Которое теперь надо. 25. Не 30. Вот. По сути она также раскапывает. Наг. Чуть-чуть ее ускорили. Пыхлевых поменяли. Пассивный эффект. Начало боя. Одно ваше существо. Каждого типа. Получает бонус к характеристикам. Равно его уровню таверны. Раньше были какие-то там 3-3. Че-то там фигня какая-то. Че-то там. Честно я не понял. Не особо тоже на вихлепых играю. Но вот. Теперь такой вот эффект у нее. Ракониши. Существо получает характеристик равный уровню вашей таверны. Вот сейчас вот вообще не понял. Потому что вроде как раньше. А. Существо получает характеристики. Так и раньше так вроде было. Объясните мне в комментариях. Че поменялось. Может. То что ты теперь можешь бафать существ в таверне. Ладно. Тасмин Ром. Начало боя уничтожает ваше существо с наименьшим запасом здоровья. Передает его характеристики другим вашим существам. За 0 золотых. Тоже не понял изменения. Вроде как ничего не поменялось. Но может быть. В вординге дело. Да. Тут немного непонятно. Комментариев от разработчика нету никаких. Было бы прикольно. Тавиша поменяли. Вот это вот. Да. Я помню. Цель здесь. Начало боя. Наносит 2 урона цели. Эффективность удваивается раз в 3 хода. Теперь не раз в ход. Да. Раз в 3 хода он меняется. Потому что. Потому что вот так вот. Да. То есть. Будет потом 4 атаки. И так далее. Раз в 3 хода будет меняться. Ахалая Махалая. Вот это прям респект. Потому что. Эти змейки прям бесили. Раньше у него были змейные ловушки. Это не та которая с ядом крутая. А та которая призывает 3 змейки 1-1. И отмщение. Это плюс 3-2 по моему баф давался. Тоже бесполезная какая-то фигня. И поменяли на 2 новых секрета. Расплата. Очень мощный. Очень нереально мощный секрет. Потому что если. У тебя стоит первый. Самый здоровый. Просто разбафанный чувак. И он атакует под этот секрет. То оно сразу уничтожится. Практически халявный лерой. Получается. И новый секрет. Диабловский. Интересно. После того как ваше существо погибает. Погибает ваше последнее существо. Призывает 2-х случайных демонов. Зависеть будет от уровня таверны. То есть ты не сможешь. С 1-й таверны. Лутануть. Демонов с 6-й таверны. Изменение брони. Но это в принципе понятно. Так-так-так-так-так-так-так. Танцор Дэрила Мукла. Теперь получает меньше брони на высоких рангах. И больше на низких чем раньше. Ну окей. Новые существа у нас. Новые существа означают то, что старых удалят некоторых. Об этом мы чуть позже поговорим. Новый. Новая черепаха, которая наконец добралась до воды. И вот у нее вот такая вот радость на лице. Да, на мордашке появилась. Когда вы призываете зверя, навсегда получают плюс 1 к здоровью. Ну золотая плюс 2 будет получать очевидно. Это как дешевая версия скелетиков, которые получают хп после призыва. Только это конкретно от зверей. И вот так. Окей. Черепаха. В принципе я не особо увидел то, что она рано играется. Но я думаю это такой вот альтернатива глыбе. И оранжевый элементальский, который бафается за каждого элементаля. Но странно. Окей. Как будто странно. Просто забегу наперед то, что попрыгуху. У нас лягуху попрыгуху удалили. И вот такая вот у нас теперь есть черепаха на второй таверне. Место попрыгухи. И ты такой как бы... А? Вы так зверей понерфили? Понял. Окей. Механический коптер. Рафлокоптер. Очень жесткая. Прям все на ней играют. Хотя эффект не такой сильный. Но по факту интересный. Божественный щит. После того, как ваше существо теряет божественный щит. Существо в руке у вас получает... Существо одно в руке у вас получает плюс 1-1. То есть весь стол у тебя в баблах. Весь стол теряет. Плюс 7-7 существо в руке. Это как... Кажется как будто очень мало. Мало, да? Потому что у нас есть на третьей таверне Мурлок. Который дает плюс 5-5 за одно обычное существо. А тут тебе надо баблы, чтобы лопались и так далее. Но на самом деле это сильно. Особенно если ты... У тебя весь стол в мехах. Или есть... Или ну в баблах. И нету там допустим Мурлока. И допустим у тебя металлоискатель. Который в конце хода 100% дает тебе магнетизм. И ты его параллельно бафаешь. И что-то прикольное. На самом деле все играют через нее. Дополнительный бабл в начале игры. Это... Интересно. Но конечно в определенных ситуациях. Золотой объективно будет плюс 2-2 давать. Вот это вот новая карточка. Здравствуйте. Эра баблов началась. Раздражаторы с пятой таверны. Провокация. Божественный щит. 3-6. Предсмертный хрип призывает 3 раздражатора. 1-2. С провокацией божественным щитом. Кажется будто слабо. Кажется будто епта комбинирую с этим механическим коптером. И получаю плюс 4 бафа 100%. Но это все фигня. Учитывая то что забегу наперед. И нам вернут механа дракона с пятой таверны. Который дает плюс 8 атаки существам с баблами. И вот это комбуха. Взрывает мозг. Представь этот получит плюс 8 атаки. И еще и провокаторы и раздражаторы будут дополнительно плюс 8 атаки. И вот это проблема. Особенно если это закомбинится на раннем этапе игры. С новыми картами все. Не так много да. Но вот изменения карточек которые удалили. Удалили мбеса с первой таверны. О кстати баблоботы удалили с первой таверны. Я этого не замечал. Бафера с второй таверны. Мехов удалили. Удалили цветочника с третьей таверны. Кепку. Вот кепка. Блин. Простите пожалуйста за наши грехи. Кепка прикольная была. Понятно то что она в мету не особо впитывалась. Нужно было прям очень темповать и мидгейм усиливать. И кепка такая. Но с ней можно было прикольные анимешки делать. Попрыгуха. Все прыгающие от нас уходят. Прыгскокер. Попрыгуха. Боже мой ребята. До чего мы докатились. Но теперь не будет нас бесить она. Кого бесила. Ребята респект. Попрыгухи. Ф. Респект. Вот это прикольная контрабандистка. Очень мощная была в свое время. У меня даже есть катка которую я не выпустил. У меня есть несколько каток которые я не выпустил из серии старого патча. Я не знаю выпускать их или нет теперь. Потому что новый патч и хочется что-то новенькое. Напишите в комментариях. Безликий последователь адаптаза. Ну эволюционера тоже удалили. И Лизу удалили. То есть вот это вот комбина захайролить можно было раньше очень жестко. И сейчас этого не будет. Как будто пытаются замедлить мету. Но скажу заранее то что мета только ускорилась. Хотя у нас вчера была такая катка. Где мы на шестнадцатом ходу в четырем. Четыре чела было живых наверное или пять. Лошадь удалили. Бассажабры. Буяны. Банановые. И коняшки пробафаны из руки. Теперь каноневу небытие. Слишком сильно. Посчитали Близзард. И с Буяном это как будто имба была. Но открывается теперь эра мехов получается. Все так же можно с Буянами играть через Рапторов с четвертой таверны. Однако без коняшки. Как будто решили понерфить. Бумбокса тоже удалили. Еще одна аниме стратегия ушла в небытие. Вместе с ученицей Конгора. И Омега крушитель. Туда сюда. Однако появляются новые существа. Стражбесов вместо 1-1. У нас теперь 2-2 провокация предсмертных хребеса. Это очень прикольно. Потому что у нас ввели... Ну, есть свинка. Которая за каждого провокатора дает тебе шар. То есть свинок тоже чуть-чуть бафнули за счет этого. И... Ну, прикольный, прикольный. Хороший дроп для первой таверны. Дальше. Раздражатор. Собственно, бабл удалили 2-1. 1-2 с провокатором вернули. Есть теперь стеночка дополнительная. Эрель. Вот это я не знаю. Это я осуждаю. Вот это вообще она не должна существовать вообще в Харсон БГ. Солянка не играет. Если вы хотите вернуть солянку, возвращайте Митрекса. Матраса с 5-й таверны. С эффектом в конце хода. С двойными, с тройными эффектами в конце хода. Это может заработать. Эрель. Ну, куда ее теперь? Ну, куда? Промежуточно. Фиг его знает. Хотя у меня получилось пробафать ее Мурлоком и потом чуть-чуть поиграть в мидгейме ее. Но вот за это я осуждаю. Ну, мне кажется, не очень карточка. Нзотика вернули. Вот Нзотик. За Нзотика реально респект. Не хватало его. С возвращением Мистера Нзотик. Баф существ плюс 1-1. Крипу. Вернули дающего самоцветы за лопающийся бабл. Много мехов, много баблов, свинки и механизмы теперь будут у нас в мете. Рады вы этому, нет? Если в конце хода у вас есть еще один пират, вы кладете в руку золотую монетку. Я так понял, это эффект в конце хода будет и монетки можно будет зафармить. Возможно, если это эффект в конце хода. Я думаю, что да. Провокаторного киражского вернули. После того, как ваше существо с провокацией погибает, синие существо получает плюс 2-2. То есть, опять издеваются над нами. Нужно придумывать какую-то вот марапупу вот эту. Если раньше понятно, можно было, да, как-то играешь там в зверей или в тех-в тех-в тех. Сейчас, а вот есть провокаторы, а вот есть солянка, а вот есть тебе по башке дать. Непонятно, вот те карты, играй, может, что-то придумаешь. Ну, окей, спасибо. Вернули ферму, смесью 3, дающую боевые кличи. Вот так вот. И герой Иршаджа, когда ваше существо с провокацией атакуют, получает плюс 1-2 до конца матча. Че, мета провокаторов? Я, если честно, не верю, но... Окей. Для четвертого дропа ты не хочешь его брать. Ну, если только у тебя не куча, там, баблеров, да, с провокацией, как того же Раздражодуля, который будет иметь еще и бабл с провокацией, да, Раздражаторы. То есть, возможно, сейчас с мехами он заиграет. Ну, что-то... Раньше он вообще, ну, очень редко играл. То есть, сейчас скелетик намного интереснее. Ну, окей. Относительно сильный, а может заиграть. Малыша Круша вернули. Малыша Круша под банановым буяном он будет 16 призывать, да. Под золотым Круш будет 32 призывать. То есть, ну, здоровая карточка, такая пятерую, пятерую, ну, как пятую таверну можно брать и темповать неплохо. Вот тот самый дракон-кибр, про которого я говорил, будет по поболию всех игроков в ближайшие просто дни. Вот чекайте. И это еще что? Раньше он плюс 10 атаки давал. Помните, да, такой момент? Золотой плюс 16 атаки дает. Вот эту фигню вернули. 1-4 с баблом, после того, как ваше существо с баблом теряет бабл, всегда получает плюс 2-2. Боже, это, не знаю, мне кажется, одна из самых занерфленных, забафанных, из самых изменяемых карт в БГ за всю историю. Как ее только не меняли, в какой она таверне не была, с баблом, без бабла. Короче, ну, вернули и вернули. Но теперь минус одна классная шестерка, если только у тебя не до баблы очень много бафферов. Изменение существ. Провокация, пожалуйста, так, ну это мы видели. А, типа, их вернули и вот как их изменили, да? Только я не помню, что тут менялось. Вроде как то же самое. Провокация бабл, да, герой Иршаджа. А, вот, Дарнозму. Дарнозму, Дарнозму, Дарнозму поменяли. Вот это прям больно. Я все никак не сделал ту самую легендарную кам... Камбуху, простите. Когда Релако Металлиса ставишь, и он давал бы под золотым Дарнозму огромное количество боевых, ну, золотых карт. Сейчас же золотая версия не будет давать тебе золотую копию карты противника. Она будет давать две копии обычных. Эра Дарнозму золотых прошла. Но, к слову, вообще практически не видел, чтобы кто-то пользовался Дарнозму, кроме как боевой клич, чтобы прокачать и как токен дополнительный, да, для колесгосов или типа того, или под браном. Но золотого колесгосов очень редко видел, поэтому, ну, хотя одна из моих любимых карт в игре за все время была. Такие дела. Смазочный бот. Да, 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 да. Задача возвращается 11 июля. Да, 11 июля, это у нас вторник, да, через две недели, получается. Такие дела. Эпические бармены у нас будут, украшения, но понятно, что на это все надо донатить. События в честь дня сообщества, на выходных, в честь выхода твиста, участвуя в дне сообщества, вы можете забрать 11 комплект. А, дропсы будут. С 1 июля по 2 июля будут дропсы на твич-канале. Приходите ко мне на твич. С 1 по 2 числа я буду стримить определенно. На халяву золотайте себе паки для твистов. Вот, тем более они будут даваться с разных дополнений. Так что можно будет карточки себе подфармить. Такие дела, ошибки, баги, ба-б-б-б-б. Бассажабер больше не может призвать заблокируемое существо Faele'на. Бассажабер больше не работает с Faele'ном. Ёпта, заглянул исправление багов, а. Ошибка, из-за которой заблокировано существо посола Faele'на, могли разыгрывать после того, как бодрое подражательное превращалось. И это зря, блин, шо роз записывал. Как будто они смотрят мой канал и такие... Ага, Лёха записал видос Надо это исправить Всё, тот шорт Уже не актуален, уже сломан Такая вот тема Всё, пишите, что вы думаете Огромное спасибо за просмотр Надеюсь, вам понравилось Увидимся на стримах в следующих видео